Художественные изделия Бенина Искусство африканского государства Бенин, сложившееся под непосредственным воздействием более древней культуры Ифе, в XV-XVII веках достигло наивысшего расцвета. Именно к этому времени, 1400 год, королевство Бенин, прежде признававшее власть верховных царей племени Йоруба, обрело политическую независимость и превратилось в самую могущественную державу на всем побережье Гвинейского залива. Богатство его основывалось на торговле слоновой костью, перцем, пальмовым маслом и на печально известной работорговле. Еще с конца XV века сюда устремились португальские купцы, а нидерландские и французские путешественники, побывавшие в Бенине в XVII веке, потом с удивлением рассказывали о густонаселенной стране и ее столице, которая размерами своими не уступала европейским городам. Они восхищались великолепием царского дворца, его пышным убранством и роскошью, а также высоким мастерством бенинских ремесленников. История Бенина, охватывающая почти целое тысячелетие, в конце XIX века завершилась трагически. Тогда между крупными колониальными державами Европы разгорелась схватка за раздел Африки, и английские войска спровоцировали кровавый инцидент. В 1897 году английский вице-консул объявил о своем намерении нанести официальный визит Оббе, правителю Бенина. В ответ Обба сообщил, что не может принять вице-консула в назначенный день, так как будет участвовать в очень важной местной церемонии. Однако английские власти продолжали настаивать на визите. Многие лица, сопровождавшие вице-консула, по дороге погибли, и хотя Обба не нес за это никакой ответственности, англичане послали в Бенин карательную экспедицию. Они подвергли Бенина жесточенной бомбардировке и разрушили его столицу. В пламени пожара погиб и дворец правителя. Варварски было уничтожено более двух тысяч художественных произведений, в число которых входили изделия из бронзы, слоновой кости и деревянные резные украшения. Исчезло около тысячи прямоугольных литых бронзовых пластин с рельефами, на которых были запечатлены многочисленные посетители дворца, в том числе и португальцы, а также большие бронзовые змеи, отлитые по частям, а потом прикрепленные к башням дворца. Уцелевшие в развалинах дворца бронзовые головы и некоторые рельефные плиты стали добычей английских солдат, которые привезли их в Англию. Там эти художественные изделия произвели подлинную сенсацию. Некоторые из них впоследствии попали в руки антикваров и обогатили коллекции многих европейских музеев. За немногим исключением бесследно исчезли чудесные изделия из кости, гордость бенинских мастеров, и теперь судить о них можно только по случайно уцелевшим образцам. К их числу относится вырезанная из куска слоновьего бивня голова, высота ее 24,4 сантиметра, служившая пекторалью, нагрудным украшением знатного аристократа. Бенинский скульптор очень искусно выточил из твердого, но хрупкого материала выразительное лицо с широко открытыми глазами, подчеркнув в нем типично негритянские черты. Два вертикальных рубца на лбу, куда вставлялись железные полоски, являются отличительными знаками традиционной татуировки. Инкрустированные железом зрачки глаз придают взгляду особую напряженность. Ожерелье на шее, сплетенное из драгоценных кораллов, орнаментальные завитки волос и венчающие прическу диадема со стилизованными изображениями бородатых голов европейцев, видимо поразивших воображение мастера, составляют декоративное обрамление маски. У народа Юруба еще в древние времена мастера Бенина позаимствовали и приемы художественной обработки металлов. Легенда рассказывает, что в 1280 году опытный летельщик Игве Ига был отправлен царем Ифе в Бенин, где научил своему искусству местных мастеров, и где впоследствии возникла оригинальная школа тарефтики. Бенинские ремесленники в таком совершенстве овладели сложной техникой отливки изделий из бронзы, что могли получать отливку, толщина стенок которой не превышала двух-трех миллиметров. Такой виртуозной работы европейские летельщики не знали даже еще в пятнадцатом веке. Недаром в 1914 году директор Берлинского музея говорил об изделиях искусных бенинских мастеров. Ни Бенвенута Челлини, ни кто бы то ни был другой, не смог бы отлить эти скульптуры лучше. Изготовление бронзовых изделий считалось в Бенине привилегией царя, поэтому искусство литья держалось в строжайшем секрете. А осама бронзовых дел мастера жили и работали в особом квартале по соседству с царским дворцом и под неусыпным надзором одного из царских приближенных. В этих мастерских изготавливались бронзовые головы умерших царей, горельефные панели для облицовки дворцовых галерей, разнообразные статуэтки вельмож, воинов, музыкантов. Памятники средневековой скульптуры Бенина тесно связаны с религиозным магическим мировоззрением бенинцев. У них, как и вообще у многих народов Африки, был широко распространен культ предков. В сознании бенинцев окружающий мир был наполнен множеством духов некогда живших людей. И хотя они уже умерли, но незримо остаются членами родовой общины и оказывают огромное влияние на жизнь своих потомков. В каждом бенинском доме существовал алтарь, на который члены семьи возлагали щедрые дары прародителям и прежде всего покойному отцу. Особым почитанием пользовались у бенинцев царственные предки, обожествленные владыки Бенина. Их культ имел общегосударственное значение, а алтарь в царском дворце считался главным местом поклонения предкам всей страны. В память о них ежегодно проводились торжественные церемонии, сопровождавшиеся сотнями человеческих жертвоприношений. Важную роль в таких церемониях играли священные головы предков царя. В отличие от обычных ухуф-элао, это резные деревянные головы предков, служившие посредниками между потусторонним и земным мирами. Священные головы отливали из бронзы и увенчивали резными слоновьями бивнями. Наряду с изображением мужских голов, среди бронзовых изделий бенина встречаются и головы царицы матери, занимавшей при царском дворе привилегированное положение. В соответствии с принятым в бенине каноном, она всегда предстает в облике молодой женщины с ярко выраженными негритянскими признаками. Одна из таких голов, высота ее 40 сантиметров, сейчас хранится в Британском национальном музее. Ее высокий конусообразный головной убор с подвесками имитирует подлинный наряд царицы. Он сплетен из розовых и голубых кораллов, которые в бенине ценились выше золота. Из них же составлено и необычайное по своим размерам ожерелье, обнимающее шею бенинской царицы, подобно стоячему воротнику и обладающее магической силой. Древний скульптор, создавший эту голову, искусно отполировал бронзу, создав эффектную игру световых бликов. Вертикальными линиями он обозначил на лбу линии татуировки и стилизовал рисунок ушей, превратив их в орнаментальные завитки. Бронзовая голова царицы матери принадлежит к подлинным шедеврам бенинского искусства. Субтитры создавал DimaTorzok